Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. 3 августа стартанул 4 сезон дополнения Shadowlands, экспериментальный, как его называет компания Blizzard. И что у нас получается по луту на текущий момент? 319 вещицы с ластов в эпохальном режиме в судьбоносном формате, 304 вещицы с первых боссов в эпохальном режиме в судьбоносном формате, 304 вещицы с викли лута по Гритвауте в Великом Хранилище, также 298 вещицы апнутые за 2000 очков рейтинга по Mythic+. И просто 288 они дропаются. Цифры довольно-таки внушительные. Если вы, например, давненько не играли в Shadowlands, то такие цифры, возможно, вам даже покажутся катастрофическими, и на первый взгляд может показаться то, что и левел 300, шутки тут неуместны, вообще как-то не достигаем, и то, что получение этом левела 300 просто-напросто тяжкое занятие. По факту нет, на это нужно всего-то несколько недель. И в этом видосике постараемся разобраться, каким образом достичь высокий этом левел за довольно-таки короткий промежуток времени. Само собой, я прекрасно понимаю то, что есть люди, которые, например, только вернулись к четвертому сезону Shadowlands, и им нужно стартовое какое-то хотя бы одевание. Касательно стартового одевания до 275-го, до 280-го этом левела, рассмотрено уже было в прошлом видосике, который делался при обновлении 9.2, и я думаю, вам стоит обратить внимание на этот видосик. Само собой, ссылочка на него будет в описании. А если вы уже 280-го этом левела примерно, или вы вернулись вновь к этому видео после просмотра того видосика, то давайте обсудим, что нам делать на примерно 280-ом этом левеле. У нас имеются ключи, у нас имеются рейды. Рейды на текущий момент в судьбоносном формате меняются еженедельно. Прошлую неделю был активен замок Нафрия. В эту неделю у нас активно святилище господства. Разные боссы, разные вещицы, разный лут, разная полезность вещей. Условно, святилище господства очень хорошо по луту идет для многих миликлассов. Гробницы предвечных аналогично. Замка Нафрия, например, играя на ДК, мне ловить нечего там абсолютно. Нету пушек с эффектом, нету кайфовых тринкетов, нету вообще ничего абсолютно. Но рейды судьбоносные, разные, все равно нужно проходить. Потому что у нас имеется квест под названием «Наперекор судьбе» и его описание – это убийство 30 разных боссов в судьбоносных рейдах. Мы получаем динар. Куда тратить динары, как более детально их получать, об этом тоже есть отдельное видео. Оно будет в описании. Попутно убивая боссов в героическом или мифическом формате, мы получаем древние шифры. И эти древние шифры объединяются в искорку. Искра просто-напросто позволяет апгрейдить нашу вещицу судьбоносную до определенного итем-левела. Героическая вещица апается до 291 или 298, смотря с кого она в принципе вылутывается, с первых боссов или с ластовых. А если мы объединим 20 ошеломляющих древних шифров в священные искорку творения, то вещица уже апнется до эпохального итем-левела 304-311. Например, я просто-напросто сходил в поиск рейда, на Сильвану, дропнул с нее душу старого воина, проюзал 20 шифров и даппл таким образом душу до героического режима. Принкет, конечно, не трехсотый, но он отгоняет многие трехсотые аксессуары, поэтому он довольно-таки хорош. И эти шифры, само собой, то есть нужно формить, реализовывать и реализовывать с пользой. Помимо обычного одевания каких-либо эпиков, мы прекрасно знаем то, что в Шудоу Лэнсе у нас имеются две легендарные шмоточки. И эти легендарные шмоточки, само собой, нужно выкрафтить в правильные слоты, чтобы не терять много мейн стата, чтобы не терять много вторичных стат. По этой теме, по крафту легендарочек тоже есть отдельное видео, рекомендую к просмотру, ссылочка будет в описании. В целом, одевание до высокого итем-левела, оно лежит на поверхности. Нам просто-напросто нужно проходить хотя бы героические рейды, ну или хотя бы ладно, в обычном формате, с целью того, чтобы вылутывать динар, с целью того, чтобы вылутывать максимальное количество шифров для апгрейда нужных вещей. А также нам нужно посещать мифик-плюсы. И само собой, мифик-плюсы нужно посещать полезные. Для того, чтобы узнать, какие миф-плюсы нам полезные, мы должны обратиться к сайту RaidBots и глянуть вкладку Droptimizer. Там будут прописаны абсолютно все вещицы, которые нас апают, какие-либо оружия, какие-либо аксессуары. И к тому же будет написано, насколько нас апает, какой-либо аксессуар. Это довольно-таки полезно, потому что смысл надевать особо большой итем-левел, если при этом мы даем ДПС ниже танка. Логично, логично. Поэтому я больше склоняюсь к правильному одеванию в пользу высокого ДПСа, чем к неправильному одеванию в пользу низкого ДПСа. Высокий ДПС — это всегда приятно. Задимать первые несколько строчек в Details — это круто, как-никак. Высокий ДПС — двигатель прогресса. Я думаю, многие со мной согласны. Четвертый сезон, экспериментальный. Мы помним эту мысль. И донжи довольно-таки интересные у нас имеются в формате Mythic+. Два дренорских, два легионских, два бфашных и два подоулендсовских. Два дренорских донжа были выбраны игроками. Было голосование от компании Blizzard. И игроки выбрали железные доки, а также ДПО Мрачных Путей. Если вам нравятся эти подземелья, я уверен, вы будете их проходить много и много раз. Далее — Каражан. Возвращение в Каражан верхний ярус, возвращение в Каражан нижний ярус. Входим в верхний ярус на укрепленном модификаторе, входим в нижний ярус... Эмм... Никогда. Рандомом там реально довольно-таки сложно. Далее — операция Мехагон-мастерская. Верхняя часть, свалка — нижняя часть. Свалка очень легкая из-за своих роботов. К тому же, свалка и мастерская дают нам два колечка превосходных, которые повышают вторичную характеристику. Скорость увеличивается на 109, на 15 секунд. КД 15 секунд, работает 15 секунд. Бонус довольно-таки силен и очень хорошо себя показывает. Он просто идеален. Далее — два тазовеша. Гамбит с аллея и улица чудес. Мы прекрасно знаем, что там падает маунт, которого у меня еще нет. А также аксессуар довольно-таки хороший, какие-либо оружия. В общем, уверен, вы найдете для себя тот лут, который вам полезен. Возможно, у многих людей после всех этих миф-плюсов возникнет вопрос, а откуда же брать сет? Обязательно с сета в целом ничего не поменялось. У нас имеются сетовые кусочки, которые падают с гробницы предвечных. Но вылутывать, конечно, лучше в судьбоносном формате. Потому что сетовые вещицы 250-е, 270-е — это мало, это слабенько уже довольно-таки. Но помимо самых обычных сетовых кусков, у нас имеется алтарь катализации в садах катализации. И используя его, можно превратить любую эпическую вещицу в сетовую и прапать ее по нашему рейтингу с миф-плюсов. Таким образом, 298-е сетовые вещицы довольно-таки легки для своего получения. И если подводить итоги всего ранее перечисленного, то мы просто-напросто ходим по мифик-плюсам. Хотя бы по разику проходим каждый данж на каждом модификаторе. А потом усиленно ходим в какое-либо подземелье с целью того, чтобы дропнуть нужное оружие или нужный аксессуар, или нужный сет колец, или же какие-то другие эпики с целью превращения, например, их в сетовые вещицы. Не забываем о прохождении рейда, хотя бы в каком-то одном формате. Надо проходить его на фулл, само собой, с целью получения динара. А также помним о том, об доблести снят, поэтому можно вещицы апать с М-плюс бесконечно. Можно нафармить сколько угодно доблести, и в целом героик рейд, например, вам уже будет не особо полезен. Но это только при условии, если у вас имеется 2000 очков в формате эпохальных плюс-подземелий. А набрать их можно за 2 недели, поэтому и одевание у нас идет примерно за 2 недели до высокого итем-левела. Одевайтесь с умом, одевайтесь красиво, одевайтесь правильно. Если имеются вопросы, можете задать их в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!